В диспетчере правил условного форматирования можно включить отображение правил форматирования в соответствующих областях книги, например, в текущем фрагменте или на определенном листе. Затем можно создавать, редактировать и удалять правила. А также управлять приоритетом правил для выбранных ячеек или листов. Если к ячейке применяются конфликтующие правила, используется правило с высшим приоритетом. По умолчанию, самое новое правило располагается вверху списка и имеет приоритет над ранее созданными правилами. Например, в ячейках от B2 до B10 уже создано два правила. Согласно первому созданному правилу, если значение ячейки превышает 70 тысяч, она заполняется желтым цветом. Согласно правилу, созданному после него и, соответственно, имеющему над ним приоритет, если значение ячейки превышает 60 тысяч, она заполняется синим цветом. Например, значение в ячейке B2 превышает 70 тысяч. Но это значение также превышает 60 тысяч, поэтому к ячейке применяется синяя заливка. При текущем порядке правил к ячейкам, значения которых превышают 70 тысяч и, конечно же, превышают 60 тысяч, применяется синяя заливка. Правило для значения 60 тысяч имеет приоритет перед правилом для значения 70 тысяч. Если изменить порядок правил, таким образом меняя приоритет, то к ячейкам, значения которых превышают 70 тысяч, применяется желтая заливка, а к ячейкам, значения которых находятся в диапазоне от 60 тысяч до 70 тысяч, синяя заливка. Чтобы увидеть, каким ячейкам листа назначены правила условного форматирования, например, для определения причин ошибок, нажмите кнопку «Найти и выделить» на вкладке «Главное» и выберите пункт «Условное форматирование». Будут выделены ячейки, которым назначены правила условного форматирования. В этом примере используется два правила. Одно для ячеек, содержащих ошибки, а другое для ячеек, содержащих пустые значения. Эти условия не выполняются ни в одной ячейке листа, поэтому условное форматирование не отображается. Но правила существуют. Еще один способ управления условным форматированием – сортировка и фильтрация на основе примененных цветов. Чтобы отсортировать лист на основе условного форматирования, выберите нужные ячейки. Нажмите кнопку «Сортировка и фильтр» на вкладке «Главное». Группа «Сортировка и фильтр» на вкладке «Данные» содержит аналогичные функции. Выберите пункт «Настраиваемая сортировка». В этом примере столбец «Доход» содержит значки в виде зеленых, желтых и красных кругов. Для параметра «Сортировка» выберем значение «Значок ячейки». Зеленые значки нужно разместить сверху. Копируем правила сортировки, меняем его на красный значок и выбираем пункт «Снизу». Нажмем кнопку «Ок» и лист будет отсортирован с помощью условного форматирования. Чтобы отфильтровать лист с помощью условного форматирования, выберите нужные ячейки, нажмите кнопку «Сортировка и фильтр», выберите пункт «Фильтр», щелкните стрелку вниз на ячейки и выберите пункт «Фильтр по цвету». Нам нужно сделать видимыми только красные значки, поэтому выберем их. Отобразятся только строки с красными значками в столбце «Доход». Теперь вы имеете хорошее представление об эффективном применении условного форматирования. Конечно, всегда есть чему научиться. Просмотрите сводку курса в конце, и что лучше всего, изучайте Excel 2013 самостоятельно. Продолжение следует...